Определен подрядчик, который будет строить один из участков автомобильной дороги М12 в республике. Напомню, скоростная автомагистраль Москва-Нижний Новгород-Казань, которая является частью международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай, пройдет и через нашу республику. В Чувашии будет вестись строительство шестого и седьмого участков. Трассу от границы Нижегородской области до пересечения с федеральной автодорогой А151 будет прокладывать фирма «Автобан». С ней заключили контракт на 69 миллионов рублей. Сейчас подрядчик приступил к проектированию объекта. Представитель подрядной организации рассказал, что работа эта достаточно кропотливая. Специалисты собирают сведения об имеющихся места рождениях полезных ископаемых, а также договариваются с собственниками земель, через которые пройдет скоростная магистраль. Шестой участок автодороги М12 будет пролегать через Шумерлинский, Вурнарский, Бресенский и Комсомольский районы. Подрядчик планирует построить 25 дополнительных мостовых путепроводов, а также два эко-дука. Это специальные сооружения, по которым будут передвигаться дикие животные. К возведению объекта планирует приступить весной. Республика дополнительно получит рабочие места. Мы будем набирать людей, как ИТРовской, так и механизаторов, водителей, дорожных рабочих. Порядка 500 рабочих мест будет создано на реализацию данного проекта. По седьмому участку скоростной автомагистрали, который будет пролегать через Канажский, Янтиковский и Комсомольский районы, подрядчика еще не определили. Но, по словам профильного министра, уже ясно, что строительство объекта даст дополнительный импульс для экономического развития региона. Благодаря тому, что на этой дороге не будет второстепенных примыканий, не будет одноуровних развязок, это позволит на этой трассе переводчикам и авторюбителям развивать скорость до 130 км в летнее время и до 110 км в зимнее время. Значительно сократит передвижение товаров и пассажиров во времени. Если на сегодняшний день, условно, до Москвы время составляет приблизительно 8-9-10 часов, то время сократится до 6-6,5 часов. Значительно разгрузит федеральную автодорогу М7.